Привет всем, кто хочет посмотреть на пасхалки из четвертой части Fallout. Не так давно мы закончили смотреть все пасхальные яйца из предыдущих игр серии, и теперь с чистой совестью можем отправиться в Бостон и поискать что-нибудь там. Кстати, если вам интересны другие видео по Fallout 4, то советую подписаться на канал Ядерная Тыква. Там собраны топы по всем мыслимым аспектам игры, а также информативные и развлекательные ролики по другим играм Bethesda. Ссылка в описании. А теперь давайте не будем терять ни минуту драгоценного времени, а поставим ядер лайк, заварим квантовый чаек и приступим к поиску отсылок. Приятного просмотра! Для начала разберем нескольких персонажей из игры, которые отсылают нас к героям других произведений, либо к реальным персонам. Выживший из 111 убежища может встретить в церкви Union's Hope гулифицированного священника отца Гейба. Он разбирается с дикими гулями, но даже если прийти к нему на помощь, он атакует игрока. Это отсылка к отцу Гэбриалю из сериала «Ходячие мертвецы», у которого также есть две стороны. С одной он вроде добрый и сострадающий человек, но с другой весьма и весьма коварный. Наверное, все, кто играл в четвертую часть Fallout, запомнили знаменитую на все содружество галерею Пикмана и самого художника. Одно из самых атмосферных мест в игре навеяно рассказом Говарда Лавкрафта «Модель для Пикмана», в котором главный герой знакомился с таким же художником, явно мастером своего дела, но совсем сумасшедшим. Гуль Хэнкок, мэр добрососедства, тоже носит свое имя не просто так. Джон Хэнкок – это американский государственный деятель и первый губернатор Массачусетса. Ну и, конечно же, известен он больше всего тем, что оставил огромную и вычурную подпись на Декларации Независимости США, после чего его имя стало разговорным синонимом слова «подпись». Эдди Уинтер – тоже гуль и известный до войны преступник. Он был главарем банды, промышлявшей в довоенном Бостоне и был, так сказать, в авторитете. Он является отсылкой к Джеймсу Джозефу Балджеру, американскому бандиту и лидеру криминальной группировки Уинтерхилл. В баре «С камья запасных» можно найти различные картины, на одной из которых будет нарисован Наполеон Бонапарт, вот только голова его принадлежит другому персонажу – Тодду Говарду, директору Bethesda Softworks. Шутка ли это разработчиков, пока неизвестно, но то, что Бонапарт был маленького роста, а Тодд Говард тоже не из числа высоких, может говорить о самой иронии. А теперь давайте пройдемся по мелочам. Табуированные татуировки – это журнал, который добавляет главному герою возможность сделать наколку. В одном из выпусков такого журнала, а именно в 12-м, можно разглядеть татуировку в виде шлема Довакина на фоне Красного Сердца. Это отсылка к небезызвестной игре The Elder Scrolls V Skyrim. Бутылка вина Амонтельяду, на которой написано «Battled by P. Edgar» – это очевидная отсылка к Эдгару Аллану По и его рассказу «Бачок Амонтельяду». К этому же рассказу есть и еще одна отсылка. В произведении главный герой замуровал своего обидчика в стену, а рассказ этот писатель сочинил во время службы в форте Индепенденс. Так вот, в подвале локации «Замок» в разрушенной стене можно увидеть висящий на цепи скелет, которого явно кто-то заживо замуровал. Организация «Подземка», в оригинале называемая Railroad, которая занимается освобождением синтов, это явная отсылка к подпольной железной дороге, реально существовавшей организации времен Гражданской войны в США. Известна она тем, что занималась спасением чернокожих рабов из Южных Штатов. В некоторых прибрежных локациях можно найти катер, на борту которого будет лежать труп странного морского существа и человеческий скелет рядом. Это отсылка к сцене из фильма «Челюсти», где персонаж по имени Квинт погибал от огромной акулы. А на этом, пожалуй, пора закончить. Если вам понравился данный выпуск, то обязательно поставьте ядер лайк и напишите в комментариях о том, стоит ли еще делать выпуски пасхалок, посвященных Fallout 4. Всем удачи и пока!